Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Нашему Спасителю Господу! Всех приветствую! Дорогие друзья, с поезда Москва, Днепропетровск, Кривой Рог. Еду в Кривой Рог и сегодня 5 февраля, воскресенье. Сегодня буду уже в Кривом Роге, да. И вот этим утром продолжаю цикл таких бесед. Я их назвал дорожные беседы. Ну да, вот обычно уже такая чайная церемония или, как сказать, в поезде такая традиция, можно сказать, заказать чаю-проводника. И вот, когда возможность есть, то я записываю видео такие. Вот и, тем более, поездки бывают дальние. Вот. Это не очень дальние, но возможность есть такая. Тем более, так получилось, что вот я еду один в купе. Вот. Был попутчик, но он вышел. Вот. И даже с ним поговорить не получилось ночью. Вот. И с вами поговорить не получится у меня. Потому как, да, о чем? Отвечаю на вопросы. Есть несколько вопросов. Я, наверное, разделю, наверное, эти беседы тоже на такие блоки. Во-первых, о самом, о самом важном, о самом важном, о самом главном. Самое главное, что вообще Бог открывает, Сознатель наш, автор жизни, открывает нам Библии. Жизни – это любовь. И знаете, как церковнослужителю, как священнослужителю. Уже вот без малого 30 лет уже несу служение христианское, православное служение. И как православный церковнослужитель, священнослужитель. Вот скоро исполнится 30 лет моего тогда, моей первой степени священства, чтеца. Потом служил и подиаконом. Диаконом в 91-м году уже стал священником. И вот как православный священнослужитель, имея вот опыт уже вот такого, почти 30-летнего служения. И как традиционный, прежде вот я начинал служение как традиционалист в традиционной русской православной церкви Христа Спасителя, русской православной церкви Московского Патриархата, в разных храмах, в разных очень храмах у него служения, вот, и до 96-го года самого. Вот, в 96-м году уже я, значит, вышел из РПЦ. По идейным соображениям вышел из русской православной церкви Московского Патриархата. И с тех пор несу служение такое реформаторское православное служение, обновленческое служение, очень важное служение. Да, уже вот больше 20 лет несу это служение и благодарен Богу. Из них 15 лет как епископ. Это очень ответственное, очень важное служение. И, дамы и господа, вот за эти годы, ну, первые годы моего служения я общался сугубо лишь с православными христианами, православными священнослужителями. До 96-го года я не имел вообще даже практики, как бы общения с кем бы то ни было из христиан других конфессий, других деноминаций. Все кардинально изменилось в 96-м, когда я начал общаться и дружить с христианами разных очень конфессий. Знаете ли, я считаю, что в 96-м произошла моя личная реформация. Знаете ли, рухнули какие-то стены, барьеры человеческие, церковные, сектантские. Потому что до 96-го года я полагал, что спасение только лишь у нас, как бы Царство Божье это наше, как бы монополия, что ли, наше. Вот мы приватизировали как бы Царство Небесное, мы как бы владельцы этого Царства Небесного. Я вообще не даже тогда, это странно, конечно, сейчас даже вспомнить, но тогда даже не мог себе представить ни в коем разе, что кто-то спасется, там, из неправославных христиан. Да. Я наивно полагал, что спасаемся, спасаемся только лишь мы православные. И ни баптисты, ни католики, ни, там, 50-ник, ни кто-то, кто-то, там, кто угодно. Адвентисты. Я даже в самом страшности не полагал, что они имеют какую-то даже надежду на спасение. Я думаю, если мы православные два спасаемся, то как же они вообще, на что они вообще надеются? Вот, ну, примерно так я рассуждал, больше-меньше. Ну, так был научен, потому что мое воцерковление происходило именно в Русской Православной Церкви Московского Париархата, довольно у ортодоксальных священников, старцев. И тогда молодым человеком, да, мне еще не было 20 даже, я полностью погрузился в это служение. А до того я присматривался, конечно, к разным священникам, и более ортодоксальным, и, так, к более либеральным, как бы, священникам, разным. Но, знаете ли, сделал тогда я, как бы, выбор в сторону ортодоксии, можно выразиться так, ортодоксального православия, если можно так выразиться. Ну, да, так уже и выражаются уже некоторые служители. Как бы, либеральная, ортодоксальная, реформаторская, православная, контрреформаторская православие. То есть, разные очень. Православия разные, на самом деле. Как и вообще христианство, любое другое. Наверное, еще, почему я сделал выбор в сторону ортодоксии, в сторону ортодоксального, такого православия, такого староверского, такого даже православия. Потому что тогда мой духовный отец, наставник, он, которого я избрал тогда, старец, с которым я ездил всегда, и ходил на исповедь, открытие помыслов, и вообще первый шаги свои дел, воцерковление и служение. Это отец Иоанн Квитович, метрофорный тогда протеерей, в Орловской епархии. Орловско-Брянская тогда называлась, да, епархия. И она тогда временно управлялась, когда я стал служителем там, церковнослужителем, чтецом, то она временно управлялась Рязанской епархией, Симоном Рязанским, потому что не было своего епископа, а потом приехал Паисий епископ. Ну вот, по-моему, да, Паисий, да. И мы еще встречали его в соборе как раз, да, там и чтецы, и поезьяконы там, значит, там были все ребята, кого я знал тогда, вот, все все съехали с области, были священники. Да, и, ну, это уже 88-й, думаю, год или 87-й год. Событие, да, как раз начало моего служения церковного. И в сторону ортодокса я сделал выбор, наверное, субъективно больше, исходя из того, что тот священник, мой духовный отец, отец Анна Яртогорил Квитович, да, то он сам западной Белоруссии был священником. Трудился в Орле, в селе Лепешкино, Орловской епархии, Орловской области. Мне подкупила его искренность. Я не хочу сейчас судить никого, далеко от того, чтобы осуждать кого-то, но просто тогда молодым человеком, знаете ли, я ходил в разные храмы и разные священники, конечно, с кем я тогда беседовал, но, к сожалению, большинство из них, они, так сказать, относились к служению, к работе больше. То есть в храме один, как бы, за периметром храма совсем другой, как бы, другие интересы, как бы, и о Господе ему неинтересно было, а, как правило, таким священникам интересно было общаться, и это так в общих чертах. То есть я потом стал понимать, что большинство из них, из этих священников, они не пережили то, что называется рождением свыше. Вообще встречи с Богом не было у них. А священник без не встретившийся с Богом, не пережившей встречи с Богом, это страшный священник. По сути, это священник-антихрист, священник, который вместо Христа, он что-то иное поднести, потому что священник… христианский священник – это человек, переживший встречу с Богом, Христа, переживший свои жизни, принявший Христа как спасителя своего. И потому как, знаете ли, это действительно наиважнейшее, самое важное. А вот тот священник, отец Иоанн, он чем подкупал, наверное, вот искренностью своей. И он, если он, допустим, даже читал молитвы какие-то, такие же, что и другие священники читали, но он читал это искренне, он в это вкладывал в свою душу, это было видно, очевидно, и не только мне это. И бабушки любили его, приходили, они видели, что это мой молящийся священник, это он молится на самом деле, он молится. Просто там крестится, там перекрестился, или там молитвы повторил, нет, он действительно молился. Мне было тогда молодому человеку, 17 лет еще, мне было тогда, помню, первые вот эти вот визиты в их храм. Мне было, знаете, что интересно отметить для себя, юноши. Мне было интересно, вот, ну, храм, допустим, вечернее служение, и это вечернее служение там, ну, никого не было фактически. Вот это священник, одна еще бабушка, ну, две максимум, ну, и я вот, пустой храм. И, ну, на утреннем служении еще более-менее приходили люди. Тогда вообще посещаемость храма была очень низкая такая, и даже воскресенье такое, ну, обычно не праздничное. Ну, человек 10, может, там, бабушек проходил, ну, может, 20, там. Вот, и это очень, ну, мне нравилось даже, честно говоря, что мало, как бы, народу, больше кислорода, как говорят, да. Вот, но мне нравилось то, что, как бы, мало-мало людей, то, что никто не мешал, как бы, не отвлекал. Ну, не, конечно, в самом городе, прямо в Орле, там, в соборе, там, больше было людей, безусловно. И в других храмах, там, Троицком, Крестительской церкви, там, конечно, были люди, но в этом деревенском храме, там, тогда и дороги не было туда, собственно, там, от конечного троллейбуса, этого, от круга этого троллейбуса, наверное, там надо было еще идти, там, до этого, там, не было дороги. И вообще, кто знает, Орел, вот, там, где Алеша, памятник Алеши, через дорогу, там, там, не было ничего, фактически, там, грязюка по поясу и бездорожье. И вот, надо было по этой грязюке до самого храма идти. И вот, значит, и, и меня это, мне что нравилось, я смотрел, допустим, как священник молится, как он плачет, этот священник часто в храме никого, он, вот, перед Богом, Акафис, читал там слова Акафис. Мне очень Акафисты понравились в то время, я помню. Как раз я стал зачитываться Акафистами, вот, отец сам не давал тогда, ну, такие, в основном, сам издат, сам издат, это на машинке, там, копировали, под копирку, там, копирка, видимо, плохая, или много листов было, поэтому некоторые буквы, слова, они очень плохо читались и приходилось их, там, ручкой доводить, как бы, чтобы дописывать, вот, ну, как бы, вот, что было, то было. Тогда не было ни сервиса, уже не было, у нас ничего не было, и, как бы, вот, и, вот, ни принтеров не было, ни компьютеров, время такое еще до интернетовой эпохи. Ну, да, динозавры. Ну, вот, и другие священники, вот, я вот рассказываю о своем опыте, вот, я приходил, конечно, мне было и удобнее, конечно, в городских храмах быть, ну, вот это многолюство, толкотням, ну, как многолюство, это не как сейчас, конечно, сейчас вообще, в храмах больше людей, гораздо больше, но суета, суета, и люди, в основном, вот, не приходили на службу, а толпились, будем так говорить, как вот раньше говорили, сейчас я как-то это не слышу особенно, но раньше это было очень популярно, раньше мы говорили, справляли свои религиозные нужды, то есть, ну, сейчас это звучит, конечно, даже как-то странно, но тогда это было принято так говорить. И вот, в основном, да, справляли свои религиозные нужды, то есть, даже один там священник посмеивался так, ехидно, мол, вот, по нужде побежала, значит, в храм приспичила, побежала, с храма идет, оп, полегчало, легче стало. Вот, как бы, ну, смехом, а люди, на самом деле, по нужде ходили, вот, как бы, в основном, ну, и сейчас многие, в принципе, заходят по нужным таким, как бы, вот, свечку поставить, за кого-то помолиться, туда-сюда, но суть-то не в этом, конечно, в самом служении. Да, я сделаю такие блоки по 15 минут, поэтому положение следует, как говорится.